Сегодня всемирный день трезвости. В нашей стране, как правило, этот праздник широко не отмечают, разве что активисты кое-где проводят антиалкогольные акции. Хотя в последнее время все больше людей спиртному предпочитают здоровый образ жизни. Мы решили спросить у жителей округа, как, по их мнению, можно сделать мир более трезвым. Не продавать алкоголя, вот что, чтобы мир был трезвее. Хорошо, конечно, то до 8 часов только продажи. А в остальном, если кто-то захочет пить, он всегда найдет. Но плюс еще, конечно, вот в открытую пить запретили, да, это тоже, конечно, большой плюс. Мне кажется, какого-то готового решения индивидуального нет. Многое от семьи зависит, где воспитывается человек, какой пример он видит перед глазами, как папа с мамой выходные проводят, пятницу вечером для чего ждут. Для того, чтобы на застолье куда-нибудь отправиться или для того, чтобы совместный какой-то там досуг организовать. Ну, заниматься спортом. Спортом трезвит человека во всем теле его. Дух здоровее становится. Наверное, стоит ввести какие-нибудь законы, проекты, чтобы меньше, ну, людей употребляло алкоголь. Мне кажется, что человек должен сам об этом задумываться, потому что человек сам кует свою счастье. Мерами государственными не остановить, потому что многие начинают еще наоборот. Да, мы вот такие. Я думаю, это из семьи все идет, как семья. Обсловка в семье, такие дети, такие люди вырастают в конце концов. Самоконтроль должен быть. И должен человек знать, что алкоголь, если в излишнем количестве принимать, то это очень вредно. Поэтому, мне кажется, это зависит от каждого человека. А так, чтобы внушать ему, и не знаю, поможет ли это. Собственное сознание, в первую очередь. Найти более интересы, которые по душе, которые превосходят все это ненужное, все, которое человека расслабляет, унижает, уничтожает. Я думаю, что это самое главное. Ни один доктор, ни один психолог, ни один друг не поможет, если человек для себя не решит эту проблему. Продолжение следует...